Тебя, наш Господь, и великие щедроты Твои, помилуй нас, Господи, помилуй нас, слава Тебе, аллилуйя. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и над земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но, яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им, приди к нам и спаси нас, аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй Тебе, Боже, слава. Тебе хвала, честь и поклонение. Коснись, Господи, сердец этих людей, которые не знают Тебя. Откроем истину Твою святую. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прибойди с нами, Господи, наставь на всякую истину. И коснись сердец правителей, ибо с них будет строгое испытание на суде Божием. Дай им страх Твой, святой, дабы мудро управляли народом и издавали добрые законы. Дабы люди могли жить достойно, прославляя Тебя, и иметь из чего уделить нуждающимся. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, жизнодавец. И коснись сердца людей, которые еще не знают Тебя. Мы пришли в это место тьмы и мрака, прерывать действия и злословия. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. И найди новые души. Пощади наследие Твое. О, Иисус, слава Тебе. Господь и Бог наш, хвала Тебе. Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты, за долготерпение, за мирное время, даруемое Тобою. Хвала Тебе. Слава Тебе, наш Иисус. Ты единый вечный Бог. И перед Тобой, Господи, поклонятся небесные, земные и преисподние силы. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе. Честь и поклонение. Слава и благодарение Тебе. Какую силу имеет крестное знамение. Все силы ада рушатся и падают вниз. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Ты Бог. Ибо без Бога люди делаются хуже любой скотины и зверей. Пощади нас, Господи, и помилуй это место, где во тьме погибают люди, не знающие Тебя. Слава Тебе. Ни один прелюбодей, блудник, пьяница, разбратник, он не может иметь надежды войти в Царство Небесное. Но будет брошен в озеро огненное вместе с сатаною. И выхода из этого состояния нет. Во веки вечное Господь угрожает мучениям. Праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Благодарим Тебя за милость Твою. За долготерпение. Аллилуйя. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Да бы Твоя любовь объяла всех. Ты ждешь покаяния человеческого. Слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Ибо человек в грехах, как в узелищах в темнице, находится. Он не может сам выйти из этого состояния, доколе Ты не поможешь ему. Здесь собираются люди, прелюбодеи, пьяницы, табакуры, убийцы и грабители, сквернословы. Коснись их сердец и пощади их, Господи. Ибо эта временная жизнь, как одно мгновение, пролетит. А далее за гробом целая вечность, у которой нет конца. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ибо нет иного имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславя, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 103. Благослови душа моя, Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облещен славою и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездной, как одеянием покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от глазах грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут. И не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, и между горами текут воды. Поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Ищу себе. Восходит солнце, они собираются и ложатся в свои лаговища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные, малые с большими. Там плавают корабли, там этот левиафан, который Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу и их свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Скроешь лицо Твое метутся, отнимешь дух их, умирает, и в печь свою возвращаются. Пошлёх дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясётся, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, да коли есть. Да будет благоприятна Ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли. И беззаконных, да не будет боли. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав у меня Господи, помилуй меня. Бесчастла я согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе за сей воскресный день. Благодарим Тебя, милосердный Создатель. Не оставь наследие Твое, но пошли нам мир и любовь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Прости нас, Господи, и помилуй. Благослови, владыка. У вас что, вопрос какой есть, может? Да. Говорите, пожалуйста. Да, меня зовут Марсин. Я очень интересуюсь вопросом, по поводу которого до сих пор не было толкового ответа. Это связано с тем, что рождаемость раньше разрешена была на родственные отношения. Твой брат мог спокойно жениться на сестре, а как это не приносило в родственные поколения семьи. Почему это раньше одобряли? Из-за чего это делали? Что? И возраемость в ринцессе – это лишняя хромосома в организме. А когда лишняя хромосома – это как следствие убийцы. А что именно? Повторите, я не понял, что дозволяет? Международственные отношения. Ну, какие отношения? Как-то конкретнее, чтобы я понял вас. Авраам женился на Сае. Сае была его сестой, правильно? А вы говорите про Адаму и Еву? Авраам? Авраам. Ну, она двоюродная сестра была. Тогда разрешалась. Разрешалась. Это не ставилось в грех. Закона еще не было. Закон. Вот когда пока на дорогах знак не стоит, что проезд запрещен, то нарушения никакого нет. И народ был крепкий. Это близкое родство не называлось кровосмешением. И народ был... Называлось другому. Но факт остался фактом. Ну, я вам ответил. Всего другого ответа нет. А, хорошо. А можно еще даже такой вопрос? Да вот смотрите. У Адама родились сыновья и дочери. И на родных сестрах женились. Так мир начался. Ну, это... Я не знаю. И поэтому отдать его я тебе не буду. Ну, в Святой Библии так написано. Книга Бытие. Третья глава. Первые слова Библии, это вы говорите, Евангелие от Иоанна. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было у Бога. Это Евангелие от Иоанна. Да. Ну, у меня еще вопрос есть. Дыны и стопы уже забыл. Сейчас, помнись. Вот такой вопрос хороший был. Очень сильно волновал меня просто вопрос. И как бы переключилось, как вот перебили, как-то вот сбили стопу. А я вот на языке вертится, вот вспомнить не могу, что-то. Скажите, пожалуйста, у евреев делается обрезание, да? Да. Обрезание делается и у мусульман. Ну, мусульмане у них приняли. А это же от Авраама идет. Авраам первый, который обрезал детей по повелению Господня. Как сейчас делается обрезание, вы знаете? Именно мы евреи. Нам не нужно теперь это знать, потому что обрезание, это был прообраз будущего. Тень будущих благ. И оно указывало на крещение. Сегодняшнее обрезание в новозаветнем понимании – это крещение в полное погружение. А поэтому нам ветхое уже совершенно не касается. Тогда приносили в жертву животных. Но животные – ягнята. Теперь Агнец Божий пришел, Сын Божий взял на себя грех мира. Нам эти ягнята уже не нужны. Христос. Но ведь до сих пор же соблюдается обрезание людей. Соблюдается у нехристиан. Они не приняли Христа, не знают Его. А христиане не обрезают. У них на восьмой день, так же на восьмой день, как обрезание крещения, с полным погружением, с благословением Господня. А объясните, пожалуйста, что это за процедура такая, при которой сразу же сделали две обрезания, но это и отказование. Это означало духовное. А обрезание всякой скверны, чтобы человек жил свято. Смысл такой заложен. Процедуру делает отсасывание ребенка. Да, ребенку. Но есть народы, которые в Египте делали женщины какое-то обрезание. А другие народы майя обрезание делали только царскому семейству, там, дворянам. То есть у него разное происхождение. Это не только у евреев было. У евреев это откровение Божие Абраму. А те откуда, неизвестно. Хорошо. А вот еще такой вопрос. Понимаете, дело в том, что по поводу этого же обрезания, на самом деле было не обрезание, а откусывание. Не было этого никогда. Никогда этого не было нигде. Ни одного слова нет откусывания. Даже вот такого слова нет. Знаете что? Мне пришлось... Я поясняю вам. Я вам отвечаю на это. Смотрите как. Мне пришлось за слово Божие побыть в пяти тюрьмах. И вот в одной тюрьме начальник, полковник спрашивает. Скажите, а что написано про Михаила Мещенова? Как раз Михаил Сергеевич Горбачев был у власти. Я говорю, нету слова Мещенова. Вообще нету. А говорят, есть... Я говорю, про Михаила написано у пророка Даниила. Но это Михаил Архангел. Начальник воинства небесного. А про Михаила Мещенова, что у него родимое пятно на голове, такого нету в Библии. Не ругайтесь, не злились. У меня крайний вопрос, и я от вас отстал. Понимаете, вы говорите, у вас, я не знаю, какой прибор... Прерывается речь такая, буква разорванная. Потихоньку, поближе к микрофону. Сейчас я уберу видео, которое... Качает. Да ничего. Постараюсь, чтобы было все хорошо. Да, хорошо. Дай Бог. А просто такой план. Господи, ну вот, опять. Раньше такого не было. Сейчас что-то последнее время прошло. А вы знаете, почему у людей памяти нету? Причина одна. Блудная жизнь. Она проедает мозги. На самом деле, говорят, безумие. Блудной жизни у меня нет. Я вам ответил, вы не успели даже подумать, уже опровергать пытаетесь. Вы тогда ничего знать не будете. Я на этом поприще 56 лет непрерывно трудился. Передо мной прошли миллионы людей. Понимаете? Я не просто так сознательно уверовал. И поэтому внимательно все записывал. У меня в печатном книге только вышло 38 томов книг. По разным религиям. По мусульманству. Я уже знаю, что эту дурь, говорит собачью, может ли сделать камень, который не сдвинет. Бог не делает глупостей. Он не может отречься с себя, не может солгать. Он многого не может. Почему? А только сатана придумывает ненужное. Подождите, смотрите. Ну, это уже понятие сознания ереси всей этой религии. Это бред. Бред в чем заключается? Ну, какие-то молитвы. Что Бог есть, это бред? Да, конечно. Бог-то не нужен только преступникам, чтобы ни за что не отвечать. Сами себя тешат и думают, как уверовали в нуль. Нуль уверовали. То ничего нету, нету. Понимаете, сейчас такое время наступило, что всем, даже молодежи, проще поверить в НЛО, инопланетян, чем то, на чем их дурят. Дурят, заманивают и дурят и опять. А когда нет ответа, адекватных ответов нету. Ответ такой, на все воля Божья. А вы скажите, от чего погибла группа Дятлова на перевале? 9 человек. Какая причина? Ой, а я не знаю этого человека. Ну, они пошли. Пошли. Это было в 59-м году, 1 февраля. И они погибли. Все погибли. И уже спорят столько, 70 почти лет. И никто не может узнать, какая причина. Все погибли, студенты. Так вот, они видели НЛО. НЛО – это демоны. Я считаю, что это дебилизм. Земли готовится куда-то влезть наверх. А они не лезли. На лыжах были. Там холм всего только был. Они никуда не лезли. Какая разница. Путь следования одинаковых. Ну, значит, вы не знаете. Почитайте. Вы зарядите. Вы не торопитесь говорить. Вы говорите, а не знаете о чем. Группа Дятлова «Перевал». Зарядите в интернет. Посмотрите. Я не стал нажимать. Потому что я считаю, что это бредом. Бред. Ну, вы не знаете, о чем говорите. Бред. Бред. А сами бредите. Прежде вы услышали. Заложите в голову. Дальше. Для чего? Для чего лезть в гору? Понимаете. Они не в гору лезли. Там горы не было. Там просто возвышение. Вы зарядите. В Ютубе. Зарядите в гугле. Зачем куда-то путешествовать? Ну, вопрос-то не стоит. Там они были уже. Были. Там живут Мансин недалеко. Видели эти НЛО. Вы сказали по НЛО. Я вам сказал. Вы «Мастер Маргарита» смотрели кино? «Мастер Маргарита» Булгакова. Забыл. Читал, но забыл. А вот Валанд как раз там и говорит об этом. Они говорят. Надо доказать, что Бог. Он говорит. Не надо. Я с ним был с Христом рядом. И показывает сейчас, как играют там это дело. Басил Ашмилы Валанды играет. Не можете с вами овати. Нельзя отрицать то, что не знаете. Понимаете. Мы сейчас с вами расстанемся. С вами расстанемся. И вы в своем без памяти так и погибнете. Вам есть возможность что-то задать. А вы начинаете говорить, а сами все забываете. Вы сказали бы, вот вопрос и выслушали. Вопрос и выслушали. Я могу вам ответить. А вы так ничего не узнали, из этой встречи не извлекли. Вы сами себя-то обкрадываете. Я так знаю, зачем религию создали. Да не о религии, даже простое. Скажите, зачем вы бреетесь? Почему мужчина в бороде растет, а у женщины нет? Ответьте, почему? У него гормональные циклы идут. Гормональные? Заигрались на гармошках. А вы-то зачем бреетесь? Зачем бреетесь-то, если вы мужчина? Ну зачем? А вы бреетесь, у вас остатки пищи сохраняются в волосах. А это грязь. Это не грязь. И наоборот, грязь на тело не попадает. А здесь встряхнула нету. Кому непонятно-то? А вы Фридриха Энгельса видели? Какая борода у него? А у Карла Марса какая? А у Ленина какая? У Ленина какая борода была? У Ленина какая? Все дураки были? Достоевский, Лев Толстой и один бритый теперь всех опровергает. Вы на икону посмотрите. Ни одной бритой нету. Это осквернение. Это не космос. Даже под носом не знаете. Вы гену не соблюдаете. Вы не соблюдаете гену. Вот вы смотрите. Я вам еще вопрос задам. Смотрите. Вы видели, как корова оправляется лепешкой? А у овечки орешками. Почему? Ну, наверное, исходя из того, что... Вот и не знаете как раз, говорит. Даже в дерьме не разбирайтесь, а учите о божественном. На все ответ есть. Надо считать больше. Да, потом уже и узнать, что с тем отличается сначала. Видите, вы одинокие, покинутые, обиженные. Обиженные, сердитые. Почему? Хватит голову пудрить людям. Это раньше катило у вас. Вам сколько лет? Сколько лет вам? Я спрашиваю, сколько лет вам? Вас не остановили. Сколько лет вам? Сколько лет вам? Я 10 раз спрашиваю, вы не слышите. Сколько лет вам? Мне 35 лет. Мне 80. И что? Да ничего. Я спрашивал пожарки. Вы пожаркой шли, а я шел трубами ГУЛАГа. Я преподавал в пяти университетах, встречался. Считал. Я вам говорю, ответ даю, ответ даю. А вы не можете даже остановиться. Так, всего, до свидания, пока. Все, пока. Все. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, счастье и поклонение. Слава и благодарение. Единому вечному Богу. Аллилуйя. Господи, слава тебе. Господи, хвала тебе. Благодарим тебя, Иисус Христос. Великие милости твои и щедроты твои, Господи, бесконечны. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй, и благослови. Мы дети твои. Жалься над нами, Господи. Прости нам согрешение наше. Прости меня, Господи, и помилуй. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня, грешного. И помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Часть и поклонение. Слава и благодарение. Во веки веков. Аминь. Ты показываешь, как падают твердыни дьявольские. Что сатана сделал с людьми? Люди не знают тебя и не желают слышать. Господи, коснись их сердец. Обрати. Обрати. Доставь. Тебе, Господи, слава. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего творения Твое. Хвала Тебе, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за милости Твои, за любовь Твою к нам, Господь, за щедроты Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Прости, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 105. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Хвала Тебе. Найди добрых слушателей. Знать волю Твою, Господи. Найди и обрати их. Наставь, Владыка. От Тебя ничто не сокрыто, Господь и Бог наш. Считаем, Господи, Слово Твое. И кто их послушает? Кто будет знать Тебя? Боже мой, благодарю Тебя. Боже мой, хвала Тебе. Боже мой, найди добрых слушателей и уши их отверзи. Для Слова Твоего. Вот я псалтырь открыл. И некому сказать. Белькают они тени. И тебя не знают. И сатана раздел людей. Они потеряли все здесь, в этой яме греха. Никакие прелюбодеи, блудники. Царствие Божие не наследует. Они будут брошены в озеро огненное вместе с сатаной. Дай им покаяние. Обрати их на путь спасения. Итак, считаем 105-й псалом. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим. Дабы мне видеть благоденствия избранных Твоих. Веселиться веселем народа Твоего. Хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими. Совершили беззаконие. Соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих. Не помнили множества милостей Твоих. И возмутились у моря, у Чормного моря. Но Он спас их ради имени Своего. Дабы показать могущество Своё. Грозно рек морю Чормному, и оно иссохло. И провел их по безднам, как по суше. И спас их от руки ненавидящего. И избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их. Ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его. И воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его. Не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне. И искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошения их. Но послал язву на души их. И позавидовали встанье Моисею. И Аарона, святому Господню. Разверзлась земля. И поглотила Дафана. И покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их. И пламень попалил нечестивых. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, всемогущий Создатель. И сделали Тельца Ухарива. И поклонились Истукану. Аллилуйя. И променяли славу свою на изображение Вала, Идущего Траву. Не верили Слову Его. И роптали шатрах своих. И не слушались Глаза Господня. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель.